Приветствую вас, Наталья! Не знаю, насколько полезным покажется вам мой ответ, но надеюсь, что вы постараетесь прислушиться к тому, что я попытаюсь до вас донести, вот, потому что это очень важно. Как вы сами понимаете, повторяющиеся ситуации, ну, имеют под собой всегда какое-то основание. То есть, такое вот, что ситуация их как-то, ну, странно, да, спонтанно, без причин, вот просто вот в неё вселился бесёнок и всё. Ну, это, знаете, из области, это из области такой, что я не знаю, почему это происходит, и поэтому говорю, что в неё вселился бесёнок. Так вот. Так, по крайней мере, это воспринимаю я. Вот. И не говорю, что я прав, обязательно, но, тем не менее. Значит, смотрите, ситуация происходит зимой. Значит, зимой у неё, скорее всего, что-то связано. Да, зимой у неё, скорее всего, ну, есть какие-то воспоминания не очень, может быть, приятные, не очень, может быть, комфортные, не очень, может быть, так скажем, хорошие и так далее. Вот. То есть, вот эти вот вещи вам нужно вместе с отцом ребёнка, да, проанализировать, потому что, ну, не берётся это из ниоткуда. Не берётся из ниоткуда такие вещи, понимаете, не происходит это просто так. Так. Дальше. Если ребёнок доводит кого-то до нервного тика, то, соответственно, что это, что такое нервный тик, в первую очередь? Что это? Это реакция. То есть, ребёнку нужна реакция. Ребёнку нужно внимание. Вот. Внимание нужно ребёнку. Возникает вопрос. А если ребёнку нужно внимание, то получается, что это для него единственный способ внимания получить. Получается так. Но если ребёнок нуждается внимание, значит, вы его не додаете ему, а в других обстоятельствах, в других, ну, в других условиях, в другое время года, ребёнок вполне вероятно получает это внимание, ну, где-то, где-то ещё. Где-то как-то ещё. Конечно, я не знаю как, но где-то как-то ещё. И весь вопрос заключается в том, почему вы не даёте ребёнку внимание, то есть нужно анализировать, как вы с ним общаетесь. Вот. И, соответственно, уже исходить из этого. Вот такой момент. Дальше. Значит, как я уже говорил, как я уже говорил, если вы обращаете на, ну, на него, на ребёнка, то есть внимание, да, то есть просто вот, ну, обращайте внимание, воспринимайте его, там, как-то всерьёзно, да, и так далее. Вот. То есть, нет, всерьёзно воспринимайте это правильно, а вот именно, что обращайте на него внимание. Вот. Может быть, даже чересчур много обращайте на него внимание. Так вот. Это и делается, делает, собственно говоря, эффективным. Это и делает эффективным то, чем занимается ребёнок. А он занимается, по сути, тем, что привлекает. Привлекает вас. Привлекает это самое внимание, внимание ваше. Знаете, в чём дело? Вот. Вот. То есть вы его пытаетесь укладывать, вы его пытаетесь ложить спать, а он не хочет. Ну, надо пусть он ложится тогда спать, если не хочет. Разве вы не считаете это, ну, скажем так, самым оптимальным выходом из ситуации? Не хочет он спать? Ну, значит, пусть не спит. Если ничего не меняется из-за того, что что бы вы ни делали, он всё равно не спит. И зачем тогда его пытаться принудить? Вот вы его принуждаете, да, он и ложится. Поэтому, может быть, и не спит тоже. Потому что вы пытаетесь его, как бы, заставить. Но, скорее всего, я думаю, что чего-то он боится. Она. Точнее. Она. Я думаю, что чего-то она боится. Девочка ваша. Вот. Я не знаю, чего, конечно, безусловно. Вот. Но думаю, что так. Потому что, если бы она не боялась, то, соответственно, было бы это у вас всегда. Да. На все времена. Э-э-э. Голя, и никаких проблем бы не было. А так, только в одно время года, зимой, значит, возможно, её что-то пугает. Вот. Ну, опять же, что пугает, да, это сказать, что так просто нельзя, нельзя разбираться. Вот. Согласен с коллегами, в том, что, возможно, имеет смысл показать ребёнка врачу, но не неверопатологу, да, а скорее детскому психологу. Ну, потому что, потому что, просто, чтобы посмотреть его, пообщаться, сделать какие-то выводы, вот это было бы правильно, конечно. Вот. Смотрите. Зимой, зимой, когда нельзя гулять, да, ребёнок больше времени проводит, с родителями, да, ну, там темно, наверное, вы не отпускаете его, когда темно. Вот. Значит. История такая. История такая. Поведение ребёнка – это, по сути дела, поведение вас. То есть, это ваше поведение. По большому счёту. То есть, ребёнок у кого-то научился так себя вести. Ребёнок проявляет себя так, потому что и к нему относятся соответствующим образом. Камык? Я, конечно, я, конечно, не знаю. И гадать мне бы не хотелось. Именно гадать. Но я думаю, что было бы лучше, если бы вы пересмотрели бы своё взаимодействие с ребёнком. Вот. Вот. То есть, если бы вы посмотрели свои отношения с… В, точнее, в семье. Вот. И, может быть, поправили бы что-то именно там. В семье. Вот. Потому что… Очень может быть, что… Дело всё в том… Может быть, в том числе и в этом. Вот. Вот. Я, конечно, не уверен, но… Исключать такой вариант нельзя. Вот. Потому что… Нестабильность ребёнка, его… Его… Бесячность, как вы говорите, да? Это… Отражение… Того, что происходит у вас. В семье. Вот. Ну и… Последнее. Что я хочу… Сказать. Это ваша… Реакция… На… Победение ребёнка, да? То, что он… Доводит вас, как вы говорите… До нервного тика. Это… Говорит о том, что… Вы его… Именно вы… Его… Воспринимаете, ну, именно… Именно так. Вот. И… По какой причине… Именно так вы его воспринимаете? Это большой вопрос. На мой взгляд. Ну, то есть, почему у него получается… А… Довести вас… До нервного тика. Вот. Это… Тоже… Тоже очень… Очень важный момент. Если мы хотим понять, что за этим стоит. Есть. Если мы хотим понять, что… 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 За этим скрывается. Вот. То есть, необходимо проанализировать и вашу реакцию, в том числе тоже. Ну, вот. Тогда будет проще гораздо. И… Понятнее. Что происходит. Естественно, это работа. И это работа… Не только с ребенком, но и… С вами. Вот. Вот. И… Вы, может быть, и не хотите. Или вы… Считаете, что… С вами ничего не происходит. Что у вас все в порядке. Вот. Но, к сожалению, это… Не совсем так. Потому что… У тех, у кого все в порядке, ребенок, ну… Не будет он… Вести себя… Таким образом. К сожалению. Вот. Ну и, соответственно… Соответственно, чем быстрее вы… Этот момент… А… Для себя… Поймете, тем… Тем будет лучше. Для вас. Ну и для ребенка, в принципе… Тоже. Вот. Для ребенка будет тоже… Тоже… Лучше. Вот. Самое-то ему будет… Комфортнее. Так. Ему будет приятнее. Так. Ему будет… Э… Ну, ему будет… Э… Политнее. Понимаете? Вот. Вот. Вот так. Вот так, я думаю, можно вам… Ответить… На ваш вопрос. Да? Ага. То есть тут, в принципе… Работают и… Значит… Рекомендации… По поводу… Нагрузок… Физических, вполне. Вот. Здесь работает… Ну, здесь просто… Очень много… Есть… Нюансов. Вот. Которые… Ну, хотелось бы раскрыть. Вот. И… Поэтому, мне думается… Думается, что… Правильно было бы, если… Вот… Вам… Приконсультироваться с психологом, хотя бы… Один раз. И всё рассмотреть. Потому что, ну… Чтобы не было гадания. Вот. Может быть, ребёнку свободы больше нужно. Вот. Может быть… Ещё что-то. Ещё что-то. Но это всё, как вы понимаете… Непонятно и неизвестно, да. До тех пор, пока… Ну… Пока… Не знаю, гордили ваши отношения. Вот. И… Пока вы сами… Не признаете эту проблему не только в ребёнке, но и в вас. Тоже. Ведь семья – это система. Если… Член семьи ведёт себя так… Значит, у него, наверное, есть основания. Вот. Я не обвиняю вас ни в чём. Но… Хотел бы, чтобы вы… И об этом подумали. Тоже. Ибо это важно. На этом всё. А… Я надеюсь, что… Мой ответ был полезен для вас. А… Если у вас остались вопросы дополнительные… Пишите в личку. Буду рад помочь. А… Я предложил следующее. Во-первых, игры… Простые. Простые. Особенно физические игры. То есть… Чтоб ребёнок как можно больше устал. Вот. Это первое. Второе. А… Я… Предложил бы… Разговаривать больше… А… С ребёнком. То есть… Предложил бы именно… Общаться и… И… Взаимодействовать с ним. Разговаривать, чтобы… Понять, что с ним. То есть, чтобы… Постараться увидеть, чем… Ребёнок… Ну… Живёт. Может быть, он… Как раз-таки… Э… Испытывает какие-то… Сложности, Трудности. И так далее. Ну… Ну, может быть. Может быть. И в этом случае ему, конечно, нужна ваша поддержка, помощь. И так далее. Следующая рекомендация будет это… Давайте ему больше свободы. То есть… Ну, не зажимать его… Где-то… Где-то позволять ему делать то, что он хочет. Да. Вот. И, наверное… Последняя рекомендация будет заключаться в том, чтобы вы… Значит… Всё же… Не обращали на него внимания. Вполне вероятно. Опять же… Не отри… Не утверждаю, что это так. Не утверждаю, что это так. Ну… Но возможно. Возможно. Вполне вероятно, что… Ребёнок ведёт себя… Ребёнок ведёт себя… Вот именно таким образом. Потому что… А… Вы его… Как-то вот… Стараетесь… Направить… На… Нужный путь. Да? То есть… Ну, пытаетесь доказать ему… Что правильно… Что неправильно… Что нужно… Что не нужно… Вот… А ребёнку хочется самому сделать какие-то вещи… Вот… А возможности у него такой… Нет… К сожалению… Вот… И… Соответственно… Если у него нет такой возможности… То вот он и… Доводит вас. То есть может быть, что в зимнее время… Вы уделяете ему больше времени. То есть он чувствует больше давления… На себя. Ну… Может быть вы от него… Ожидается… Большего… Не знаю. Не знаю. Но думайте мне, что… Подобный вариант исключать нельзя. Никак. Вот. Вот так… В принципе… Я думаю. Если у вас остались… Дополнительные вопросы… Вы можете задать мне их в личку. Я буду рад… Помочь… Вам… Всем, чем… Могу. Если у вас остались… Дополнительные вопросы… Если вам понравился… Простите мой ответ. Буду благодарен… Если вы… Сделаете его лучшим… Я вам желаю… Всего… Самого… Доброго… Удачи вам… Вашему… Ребенку… И гармонии в вашей семье. Я полагаю, что гармонии в вашей семье вам не хватает. Именно это… И ображает ребенок. Всего самого доброго. Удачи. Редактор субтитров長 субтитров al Л strips